Мы будем в ответе за все на планете, придет наше время, время придет. Искусство или акт вандализма? Таким вопросом задалась журналист одного из телеканалов Саратова, когда трое молодых людей расписали несколько вагонов электрички. Сотрудники железной дороги творчество подростков не ценили. Не сгладило ситуацию и то, что ради этого мастера граффити приехали из Волгограда. Райтеров задержала полиция и теперь им грозит до трех лет лишения свободы. Ребята к изображениям подошли серьезно. С собой они привезли около 30 баллончиков с краской, рисовали по эскизам, снимали все на видео. Чтобы покрасить этот вагон, требуется несколько видов краски. Грунтовка, краска, плюс вот эту краску нужно зачистить, плюс это затраты на простой вагон. Ох, не там выбирайте место для рисования, скажем мы волгоградским райтерам. С 2006 года уссурийским домом любителей настенной живописи стал молодежный центр «Горизонт». Там проводят граффити-конкурс. Тогда в нашем городе этот вид искусства только начал развиваться. Потому пять лет подряд от желающих помериться силами не было отбоя. В 2011-м то ли молодежь подросла, то ли увлечения изменились. Наступила пора затишья. Сейчас скинули клич снова. На самом деле долго искали участников. Не могли найти по всему городу. Делали объявления, рекламные строчки. Шли в интернете, пестрили тоже заголовки объявлений. Ищем, ищем. Но, к сожалению, у нас было заявлено четыре заявки. И из них работы три состоялись. Николай Руднов – студент медицинского колледжа. Увлекаться граффити начал за компанией с другом Артемом. Всего пару месяцев назад. Однако, обзавестись опытом масштабных рисунков ребята успели. Первым холстом начинающих граффити-художников стал гараж. Сделал набросок, попробовал нарисовал. Не очень, конечно, получилось красиво. Было множество потеков. Но так для первого опыта было, конечно, хорошо. Хорошо сказали и друзья-единомышленники. Потому райтеры-новички не побоялись принять участие в конкурсе. Прежде чем заполонить пространство арголита, ребята практиковались на листах формата А4. Драм – название любимого танцевального направления. Тигренок – символ города. Все в граффити-стилистике «Вайлд». Существует множество стилей, особенно есть «Вайлд» – это, получается, дикий стиль. Есть «Баба», это, когда все буквы круглые. Но мне не имеет разницы. Я рисую разные стили, которые мне понравятся, я оставляю. Стиль «Вайлд» с английского «дикий». Для него характерны абстрактные, сложные рисунки. Примерно вот такое расстояние. И надо, получается, быстро провести эту линию. А если я не быстро проведу? Ну, тогда могут потеки быть, или очень сильно толстая будет очень линия. Ну, это тоже красиво, но к этому рисунку она не подойдет. Любитель стиля «Вайлд» и Адриан Фальтлер – легендарный швейцарский граффити-художник. Он начинал в далеких 80-х. Когда Адриану было 12, один из школьных учителей дал ему книгу «Искусство подземки». Адриан прошел длинный путь от рисования в метро до персональных выставок. Своих интервью новичкам советуют. Попробовать нужно все разновидности граффити. Сам он не прочь отвлечься от дерзкого граффити «Вайлда» легким спрей-артом. Спрей-арт – это граффити аэрозольными красками. Будущий инженер-механик и переводчик английского языка Дмитрий предпочитает использовать его, украшая стены или мебель трафаретными рисунками. Говорит, в этом деле сложность в размере. При подготовке большой трафарет не удается обхватить зрением. Но наш герой – смышленый парень. У меня хватило фантазии, чтобы примотать карандаш к швабре. Когда уже стоя, держа швабру в руках, больше охватывается весь лист. И легче было нарисовать скелеты этого рисунка. В трафаретной графике свои нюансы. Так за основу большого трафарета хорошо идут плотные обои. Вырезать лучше не ножницами. Я начинал бритвой. Ей было проще, удобнее, потому что она маленькая, острая. Из-за этого пальцы очень режутся. И я плавно перешел на нож. Для крепления трафарета понадобится двусторонний скотч. Чтобы рисунок был без подтеков, баллончик, как и в граффити, держать придется в сантиметрах 30 от настенного холста. Китайские баллончики стоят от 75 рублей. Но краска от азиатских производителей быстро теряет цвет. Лучше потратиться на европейских производителей. Цена вопроса от 140 рублей. Кстати, на граффити можно и заработать. Как наберетесь опыта, вам прямая дорога к владельцам ночных клубов, бутиков и кафе. Многие владельцы бизнесов желают подчеркнуть свою уникальность. Райтеры все чаще оформляют не только интерьер, но и фасад здания. Предложить граффити-услуги можно и рекламным агентствам. Дерзайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова